Несколько дней назад спикер командования украинской русской группировки Юг Гуменюк заявил, что у Крымского моста осталось очень мало времени. Он отметил, что в ВСУ будут работать и дальше добивать, видимо, мост. Этот смысл он вкладывал. А что тут комментировать? Тут вот есть экстремизм неприкрытый, погрязший в крови, насквозь заряженный русофобией. Преступный режим Зеленского просто не перестает доказывать, что он хорошо усвоил туристические методы и намерен продолжать попытки подвергнуть новым ударам исключительно гражданскую инфраструктуру. Именно такой является Крымский мост. О последствиях в Киеве, как вы понимаете, не задумываются им некогда. Я хотела бы напомнить, что ответ, если это произойдет, все, что они тут наговорили, будет жестким. Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны от возмездия, не скрыться, где бы они ни находились. Ракетная атака и пожар на судоремонтном заводе в оккупированном Крыму. Российская Минобороны заявила, что Украина выпустила 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе и атаковала тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота. Два судна были повреждены. В частности, речь идет о большом десантном корабле «Цезарь Куников». По информации российского Минобороны, их средства ПВО сбили семь ракет. Громкие звуки и яркие вспышки наблюдали в разных районах Севастополя. Местные паблики сообщали о звуках стрельбы в центре города. Местами пропадала связь, движение по Крымскому мосту было остановлено. Назначенный оккупационными властями, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о более 20 пострадавших вследствие пожара на судоремонтном заводе. Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте. Никакой опасности для гражданских объектов в городе нет. В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадало 24 человека. У четверых – состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. К нашему эфиру уже подключается военный эксперт, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лукичук. Павел, доброе утро. Спасибо, что нашли время поговорить с нами. Я знаю, что вы севастополец и хорошо знаете город. Что это за предприятие «Севастопольский морской завод» имени Орджоникидзе? Насколько важно оно в военном плане? Доброе утро. Живи в Беларусь. Слава Украине. Значит, что такое «Севморзавод»? «Севморзавод» – одно из старейших предприятий Севастополя. До оккупации Севастополя Российской Федерации «Севморзавод» был в частной собственности. Он был коммерческим предприятием, на котором производили в основном плавкраны. После подобных сложных конструкций суда нетипичных. После оккупации в 2014 году «Севморзавод» был России национализирован и передан в аренду ОАО «Звездочка». Это на севере такое основное предприятие военно-промышленного комплекса по ремонту и производству судов. Более того, когда говорят про «Севморзавод» и по ударам по «Севморзаводу», там целый слоеный пирог. А в аренду «Севморзаводу» передан 13-й судоремонтный завод в Келинбухте. Это основное судоремонтное предприятие Черноморского флота. Пока трудно сказать про конкретные результаты ударов по «Севморзаводу» в Севастопольской бухте. Видно из тех видеофоток, которые более-менее качественные, они сняты из центра города на западной стороне Южной бухты, через бухту. И, да, очевидно, там взрывы на южной площадке «Севморзавода». Это основные производственные площади, его площадя. Ну, там ориентир такой хорошо заметный. Здание Черногорского филиала МГУ, Севастопольского филиала МГУ. Как ни удивительно, оно уже еще при Украине не появилось и существует на захваченных территориях заводских. Но вот и по повреждению Цезря Куникова там взрывы некоторые мощные могут быть не более дальше. Вот именно по этому пеленгу за «Севморзаводом», за «Ушаковой балке» находится площадь 13-го судоремонтного завода Черноморского флота, где, кстати, и ремонтируются большие десантные корабли. Ну, по площади возгорания попадания, видимо, довольно большие. Ну, это для Украины это хорошо, потому что, ну, вот когда мы топим корабли российские в море, их потопили, и все, его нет, и там польза от него только ракушкам. А ремонт кораблей, он занимает у противника, то есть если корабль не уничтожен, а поврежден, то это такой большой дополнительный плюс, потому что не просто он выведен на какой-то промежуток времени из состава флота, из боевого состава флота, а еще и занимает чьи-то руки, чьи-то финансы на свой ремонт, занимает место корабли, которые проходят техническое обслуживание перед выходом в море, ну, в частности, для нанесения ракетных ударов по Украине. Павел, мог ли находиться на этом заводе, в том числе не только некий корабль, о котором вы говорите, но еще и подводная лодка, об этом уже сообщают некоторые аналитики, соответствует ли этой реальности? Лодки не в заводе. Если посмотреть на карту Севастополя, то Севморзавод расположен на восточной стороне Южной бухты, а чуть-чуть южнее под ним расположены причалы 4-го дивизиона 4-й бригады подводных лодок, где как раз варшавянки и стоят. Вполне возможно, что что-то, если взрывалось на территории завода, какая-то часть осколков боеприпасов посыпалась и на лодке. Севастопольцы как реагируют на сегодняшние события? Возможно, удалось вам с кем-то поговорить из знакомых, которые по-прежнему находятся на территории оккупированного Крыма? Ну, если честно, пока только короткими сообщениями сказали, что у нас в Севастополе был сегодня большой праздничный фейерверк. Хотел бы напомнить, что ответ, если это произойдет, все, что они тут наговорили, будет жестким. Победим Украину. Осталась неделька. Все. Продолжение следует...